Встреча Большой двадцатки в Стамбуле проходит при повышенных мерах безопасности. Главная угроза исходит из Сирии. Впрочем, это не единственное, что вызывает головную боль у участников форума. Вносят свою лепту и ситуации в Греции и Украине. При этом у европейских лидеров есть также причины и для радости – положительные экономические новости из ЕС. Программа Европейского Центробанка по покупке активов на 60 миллиардов евро ежемесячно возымела эффект. Уже четвёртый месяц подряд экономический рост в Европе остаётся позитивным. Так в Германии объёмы экспорта за декабрь достигли рекордных показателей. В Организации экономического сотрудничества и развития также признают, что экономика Европы идёт вверх. При этом глава организации говорит, что страны G20 должны сделать больше. «Важно, что структурные реформы помогают увеличить спрос и делают акцент на мерах, которые не только повышают производительность и создают рабочие места, но также поддерживают производственную деятельность в краткосрочной перспективе». В Стамбуле перед министрами стоит непростая задача – стимулировать глобальную экономику в условиях многих противоречащих друг другу факторов. Рост умешает, к примеру, застой экономики в одних странах и снижение индекса цен в других. «Чтобы решить эти две проблемы, нет другого выхода, кроме как обсудить все политические инструменты на европейском и международном уровнях». Среди других преград для роста глобальной экономики – дешёвая нефть, которая хоть и выгодна для потребителей, но также приводит к инфляции. Кроме того, шаткому восстановлению еврозоны угрожает Греция. В прошлом году страны G20 пообещали увеличить рост экономик на 2% за 4 года. В этот раз они обсуждают, как можно этого достичь.